Итак, всем привет! С вами Фиксер! И сегодня мы продолжаем играть в Anitfo Speed 6. Сегодня мы продолжим проходить гонки 4 уровня. Сегодня мы отправимся на серию гонок. На 11 серию гонок. Из раздела соревнований суперкаров. Опять-таки напоминаю, что езжу я на Pagani Zonda R. На таком отличнейшем суперкаре. То есть, который очень-очень похож на болид, который я очень люблю. То есть, я Формулу 1 очень люблю. И вообще болиды люблю, потому что они клевые, быстрые. И не знаю, не знаю почему, но мне очень нравятся. Всегда нравились. То есть, это что-то вообще... Это самое клевое вообще машины, которые могут быть. То есть, самое быстрое, самое аэродинамичное, опять-таки. То есть, Pagani очень похожа на эти самые болиды. Потому что она низкая, аэродинамичная очень. И очень-очень быстрая, опять-таки. То есть, как те же самые болиды. И поэтому, собственно, она мне не нравится. Потому что мне нравятся болиды. Поэтому мне нравится Pagani Zonda R. Вот. Да. Сегодня, я смотрю, мы сегодня катаемся на том же самом Мордж Лайфе, о котором я уже рассказывал в одной из своих предыдущих серий. Целую историю даже про него рассказывал. Точнее, его историю я рассказывал. Очень интересная история в этой трассе. Этот зеленый ад. Мы вернулись в этот зеленый ад. Опять-таки, я получаю значки за грязные обгоны. Ну, увы, увы, у меня нет других шансов. То есть, у меня нет шансов проходить соперников по-другому. Почему? Потому что я пытаюсь их чисто проходить. Вот вы сейчас видите. Я пытаюсь это сделать. Но, опять-таки, где-то все-таки я могу зацепить соперника. Или же он меня пнет куда-то. И, в общем, да. Все весело, круто, клево. Все как обычно. То есть, не знаю. Благо, что сейчас мы проходим не всю трассу над Шляйфа. То есть, а всего 10 поворотов из нее. То есть, какой-то небольшой отрезок. И я смотрю, осталось совсем немного. То есть, я уже прошел какое-то количество поворотов. Да, у меня есть задание пройти чистый круг. Увы, у меня не получится это сделать. Благодаря ботам соперников, которые постоянно меня пинают. Которые постоянно меняют свою траекторию, когда я их пытаюсь обойти. И вне траектории они меняют свою траекторию, пытаясь меня заблочить. И в этим врезаются в меня, пытаются меня вытолкнуть. Еще что-то в этом роде. В общем, не удастся мне пройти здесь чистый круг. Поэтому третьей звезды я не получу во время этой гонки. То есть, за подиум только я смогу получить 3 звезды. И, в общем, будет у меня 5 из 6 звезд на этой трассе. То есть, да. Но ничего, у нас впереди еще 2, как минимум, гонки. Я, кстати, понятия не имею, сколько сейчас будет гонок. То есть, либо 2 гонки здесь в серии будет, либо 3. Но, вот первая гонка у нас достаточно короткая, как вы видите. И даже вот, я буквально уже заканчиваю эту гонку. Кстати, посмотрим максимальную скорость, какую я смогу здесь развить. То есть, сейчас у меня это где-то 310 км в час. Да, до конца прямой я, конечно же, не доехал. Но, увы, я не посмотрю, какая максимальная скорость возможно вообще на этой машине. То есть, какую можно развить скорость на погане зонда R. Но я сомнилась, что это 310 км в час. Потому как у меня у тюнингованной на заводе, блин, после заводской доработки, в общем, моя ламборгини выдавала, сколько, 330, да, здесь на этой прямой, когда была полная нордшляйфа, когда я проходил сколько тогда, 4, не подождите, 10. Нет, подождите, я не помню, сколько это до кругов. 4 круга, по-моему, тогда проходил на полной нордшляйфе. Или 5... Да, блин, я сейчас не вспомню, то есть, сколько там было кругов. Помню, из меня исправляли с количеством поворотов на той трассе. То есть, я тогда неправильно его посчитал. Сейчас, кстати, уже и не вспомните все цифры про эти повороты. И я смотрю, походу, у нас сегодня серия гонок в зеленом аду просто, да, продолжается эта серия гонок. И мы опять на нордшляйфе. Теперь у нас 12 поворотов. То есть, блин, 9 из них у меня пройдены отлично. Но, да, сейчас у меня не получится сейчас пройти этот поворот идеально, потому что меня пинают, блин. Какого хрена вы это делаете? Серьезно, блин. Не начинайте меня выводить из себя, то я начну устраивать здесь трэш. А, то есть, адамию просто. И начну всех пинать, расталкивать. И, блин, все вы будете где-нибудь вот в том железном заграждении, которое слева находится. Блин, еще один дурак. Ну что ж, вы такие дебилы, блин. На какой хрен вы, блин, меня пытаетесь выпнуть все время с трассы, с траектории. Кстати, я смотрю у этого чувака, вот тоже пока не зонда. Клевая раскраска. Блин, пока я это говорил, я его уже успел обойти. Ну да ладно. Медленно я немного говорю. В этом плане, то есть, то, что моя мысль, которая ко мне пришла, мне нужно побыстрее ее говорить, выражать. Потому что уже это и уходит с экрана очень быстро, то, о чем я подумал. То есть, опять же, тут соперник, который быстро-быстро очень отправился где-нибудь рассматривать мой задний пампер, например, да. Смотреть, как огоньки выходят из моей выхлопной трубы. То есть, там даже четыре выхлопные трубы сзади у погони зонда, что очень, кстати, интересно. То есть, не одна большая труба сделана, а четыре небольших. То есть, не знаю, как это влияет на скорость. То есть, вы сейчас могли видеть, но, блин, я быстро его обошел, слишком, возможно, не расглядели. Ну, в общем, там четыре небольших таких выхлопных трубы. Не знаю, возможно, это дает большую скорость, чем одна большая труба. То есть, хотя с другой стороны, то есть, если узкая труба, там давление газа больше. Хотя, возможно, за счет давления этих самых выхлопных газов как-то придает большую скорость. Я не знаю, это как в Формуле-1 одно время был выдувной диффузор. Что-то там тоже пытались смутить с этими самыми выхлопными газами, чтобы болид ехал быстрее. Кстати, очень хорошо даже получалось тогда, по-моему, это был десятый год. Да, по-моему, тогда был десятый год, и Red Bull как раз завоевали свой первый титул за счет как раз этих выдувных диффузоров. Потом их запретили, конечно же. Не знаю, правда, глупо это запрещать. То есть, могли бы все сделать себе такой же выдувной диффузор, и было бы все клево. Хотя, возможно, там был патент, из-за этого его запретили в Формуле-1 вообще использовать. Сейчас их нету, но Red Bull все еще почему-то первые, то есть уже 4 года подряд. Блин, капец, просто это, знаете, такое крик души. Какого хрена, серьезно, Red Bull? Задолбали, блин, консервные банки на первом месте. Ну, как это понимать? То есть, не знаю, я уже начинаю разочаровываться во всех остальных командах. То есть, не знаю, те же Мерседесы, блин, они могут, но не хотят почему-то. Те же Феррари, за которых я болею. Блин, у вас огромнейшие доходы, блин. И вы не можете сделать клевый болид. Ладно, ладно, не об этом сейчас мы говорим. Я не знаю, о чем еще можно говорить. То есть, мы едем по зеленому ладу. Здесь, блин, здесь нечего вообще обсуждать. То есть, историю я уже обсудил этого трека. Она очень интересная. Здесь много было всяких, то есть, событий здесь на трассе происходило. Да, эта трасса с огромнейшей историей просто. Но я ей уже все рассказал. И все, что я знал об этой трассе, я рассказал уже. И поэтому я не знаю, что они говорили. То есть, я опять почитаю про Формулу-1 говорить. Потому что она мне нравится. Мне интересна тема Формулы-1. Опять-таки, я не могу понять, почему, например, какие-нибудь Мерседесы или Лотусы, или хотя бы Феррари, я не знаю. Придумали что-то похожее на выдувной диффузор, чтобы давало огромнейшие преимущества. Почему они забыли о том, что нужно соревноваться, как бы на грани регламента, балансировать, чтобы быть на первом месте? Редбулы всегда это делают. И за счет этого они на первом месте уже, как я говорил, четвертый год подряд. То есть, у Феттеля, блин, уже четвертый титул подряд, блин. Чувак, ну вообще, в Формуле-1, сколько он в Формуле-1 там, буквально пять лет или что. Я точно, кстати, даже этой цифры не знаю, но четыре титула у него уже есть. Все круто. То есть, он приближается к Михаиле Шумахеру, самому титулованному гонщику за всю историю Формулы-1. То есть, семь титулов, то есть, вы видите, то есть, всего три титула осталось Феттелю, чтобы догнать Шумахера. Казалось бы, то есть, красный барон на Феррари, да, все круто, семь лет подряд. Как раз это было за счет тех самых, как, я не знаю, как раз тогда инженеры что-то думали, на грани регламента что-то придумывали. За счет этого болит был быстрее всех, просто невероятно было тогда. Да, это все было очень круто. Сейчас же, то есть, тотальное доминирование Рэдбулов, то есть, сменились времена немного. Правда, промежутки между этими. Я, кстати, не уверен насчет десятого года. В десятом, по-моему, году был Дженсен Баттон. Я, блин, не вспомню. Нет, наверное, все-таки... Нет, четыре года же, блин. Тринадцатый-четвертый год, двенадцатый, одиннадцатый, да, правильно, в десятом. То есть, в девятом году был Дженсен Баттон, да, победителем. Или, да, Хэмилтон был в восьмом году. Это я помню еще тоже. Я еще с восьмого года смотрю Формулу-1. С 2008 года. Да, и до сегодняшнего дня. То есть, блин, на этой неделе не было Формулы-1. Это круто. То есть, блин, это не круто. Это очень не круто. Я, блин, не знаю, говорил с него, как хотел в кавычках сказать, что это круто, блин. Но, ни хрена, это не круто. И, что ж, мы закончили серию гонок в этом зеленом аду. Как-то очень быстро это произошло. То есть, достаточно легко это было, что ли, не знаю. То есть, как-то приспособился достаточно быстро к этой трассе. Ну, по крайней мере, я не первый раз на ней уже езжу. Поэтому я ее достаточно хорошо знаю и легко с этим справился. 120 тысяч я заработал за эту серию гонок. Это круто, естественно, клево. И вообще, даже не знаю, куда мы сейчас отправимся. Наверное, на гонки по приглашению. Потому что я на них уже очень-очень давно не был. Давайте мы посмотрим, что здесь за гонки у нас открыты. Потому что у меня целая пачка гонок там открывалась. Как-то было написано, я не помню. Пакет приглашений на серии гонок. Ага, окей. Астон Мартин V8 Vantage на Лондон-Ривер в Лондоне. На лондонской машине, точнее, не на лондонской, а на английской машине. То есть, да, ну все круто. Что, пара секунд от старта? Как всегда, все мне говорит одно и то же. Блин, начинают задалбывать. Хотя, ладно, не знаю. Я уже как-то привык. Я уже не обращаю на него внимания. И это машина с правым рулем. Блин, то, что я больше всего ненавижу. То есть, блин, зачем это? Вообще, кто придумал вот этот правый руль? Серьезно, люди, вы совсем рехнулись. То есть, блин, сколько всего... В мире всего три страны, в которых используются машины с правым рулем. И вообще левостороннее движение. Какой хрен вообще это было придумывать? То есть... А, ужас какой-то. У нас правостороннее движение и левосторонние машины. И все круто, клево. То есть, в Америке, блин, во всех... Почти во всех странах, блин, машины и вообще движение... Нормальное, блин. А не то, что, блин, вот этот... А, ужас какой. Зачем вообще было придумывать этот... Не знаю, как Молдаване те же самые. То есть, да? Почему говорят, если что-то перепутано, говорят про Молдаване? Потому что в Молдаване... Да и нет перепутаны. То есть, когда ты вертикально машешь головой, у них это означает нет. А когда ты в горизонтальной плоскости вращаешь головой, это означает да. То есть, поэтому говорят Молдаване, когда путают что-то. То есть, блин. И опять-таки, вот это как Молдаване, честное слово, блин. Зачем делать другое движение? То есть, во всем мире одно у нас, а у нас давайте будет другое. Мы выделимся, это будет очень круто. Давайте для нас специальные машины будут делать. Это же просто замечательно. Мы уникальные такие и клевые, потому что для нас делать специальные машины... Нет, это ни крена, ни круто. Это, блин, это меня бесит. Почему, не знаю, но бесит. Зачем такое делать, непонятно. То есть, чтобы весь мир, блин, подстраивался как-то под них. Но опять-таки, суперкары, те же самые итальянские, далеко не все делают с правым рулем. То есть, опять-таки, Lamborghini я, по-моему, не видел ни одной с правым рулем. Хотя, возможно, на заказ это сделать очень-очень легко. То есть, много Lamborghini, Lamborghini и Ferrari делаются исключительно на заказ. То есть, индивидуально для каждого клиента. Там клиент делает предзаказы какие-то миллиарды долларов. И ему делают специальную машину. Но опять-таки, блин, зачем эти левые рули, я не понимаю. Ну что, давайте еще на один горячий круг отправимся, даже не знаю, куда. На Лагуна Сека или же Ибису Вест. Это в Японии где-то, по всей видимости. Porsche 911 GT3. Отлично. То есть, блин. И опять-таки, на японской трассе, на японских трассах, кстати, я не очень много ездил. Опять-таки, на японских машинах тоже немного ездил. Не знаю, не слишком сильно я их люблю. Можно сказать, даже я недолюбливаю японские трассы. Почему? Вот сейчас вы видите почему. То есть, вот эти шпильки, то есть, их очень-очень много обычно в японских трассах. Они такие очень резкие все. Блин, вот именно настолько они резкие. То есть, то, что даже не успеваешь затормозить перед этим поворотом. Хотя там была красная траектория, где бы я должен был тормозить. Но опять-таки, вот эти шпильки, 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 шпильки. То есть, вот основное, то, что характерно для японских трасс. Мне это не нравится, как европейцу, возможно. Возможно, просто по моему характеру они мне не подходят. Я не люблю вот эти шпильки. Особенно, когда их вот столько много. То есть, сейчас вот получше поворотик. Это не шпилька, такой более или менее нормальный. Но опять-таки, резкие-резкие повороты. Это характерно для японских треков. И это мне не нравится. Поэтому я не люблю японские треки. Ну, в общем, так как-то. Не знаю, тем временем я пытаюсь как-то ехать. Бить рекорды, круга. Так, здесь, кстати, нет поворотов таких резких. Эх, не знаю даже, что можно рассказать о японских треках еще. Или о самих японцах, которые живут на островах. Возможно, кстати, как раз это связано с тем, что японцы живут на островах. И у них очень мало пространства для этого. То есть, чтобы сэкономить пространство, вот, строят такие маленькие-маленькие треки. Видите, да? То есть, он такой длинный и узкий. Как будто что-то... Как будто на острове. Хотя, скорее всего, на острове. Потому что Япония вроде как. Правда, нам не говорили, что это Япония. И, возможно, я сейчас вообще ошибаюсь. Но определенно японское какое-то название. Возможно, китайское. То есть, нет. Ну, китайцев, опять-таки... Для китайцев более характерны вот такие вот повороты, которые я сейчас прохожу. Вот такие более пологие, что ли. То есть, более затяжные такие повороты. Для японцев именно шпилики более характерны. Насколько я могу судить. Насколько я видел японские, китайские треки. И вот сейчас мы, скорее всего, на каком-нибудь маленьком островке. Поэтому у нас получается такой небольшой трек и много-много шпилек. Чтобы вместить побольше пространства, побольше асфальта на один небольшой островок. Возможно, именно поэтому для японцев характерны вот эти самые шпильки. Блин, так. Главное, если здесь не врезаться. Ладно, ничего. Шину сбил. Ну, но рекорд я побил. Почти на 4 секунды. Это круто. Я очень сильно старался это, конечно же, сделать. И у меня это вышло, естественно. Когда стараешься что-то хорошо сделать, то, скорее всего, что у тебя выйдет. Если ты действительно стараешься, не говоришь, что ты от, я старался. А нет, у меня нихрена не получилось. То есть, да, достигать своих целей вполне себе реально даже. Не знаю, к чему это я сейчас сказал, но да ладно. Давайте еще одну гонку по приглашению. Отправимся в лагуна Сека. Да, Chevrolet Corvette Z06. Хорошо знакомая нам машина. Опять-таки, у нас в гараже такая же стоит, которая уже тюнингованная просто под завязку, можно сказать. Потому что она тюнингована по максимуму, еще отправлена на завод для доработки. И она тоже превратилась в совершенные инструменты, аэродинамики, скорости. В общем, в болид какой-нибудь тоже, опять-таки, превратилась. Сейчас мы едем на ее не тюнингованной версии, в принципе. Эта машинка очень даже неплоха, то есть... Но, опять-таки, она достаточно тяжелая по ощущениям. Хотя, гораздо легче, чем основная масса всех американских маслкаров. Да и здесь циферки на лобовое стекло проектируются. И это круто. Это очень круто. То есть, опять-таки, в мили в час там... Вот, блин, непонятно тоже, вот, опять... Почему не метрическая система в Америке? Зачем у них эти все мили, дюймы, блин? И футы всякие, блин. Опять-таки, мне непонятно вот это все. Опять-таки, в Европе, в большинстве стран, опять-таки, метрические системы измерения. Ну, ладно, то есть, тут я, допустим, могу понять. То есть, через океан где-то там у них своя система измерений. Окей. Но почему, блин, в практически континентальной Англии? Ну, то есть, конечно, они на островах. На британских островах. Ну, все же, блин, почему у них левосторонние движения, я не могу понять. То есть, блин. В Америке в той же, как я уже говорил, нормальное правостороннее движение. В соседней Франции точно, блин, точно такое же правостороннее движение с левыми рулями. Все как положено, как, блин. Все как у людей, но нет, блин. Ну, британцы на островах, вот давайте, у нас будет другое движение. Правда, еще из стран, которые используют левосторонние движения, это Китай, по-моему. Правда, я не уверен. Нет, точно помню, что в Sleeping Dogs, там был Шанхай, по-моему, и было левостороннее движение. Ну, в общем, где-то там. Ну, в общем, очень мало стран где-то используется. И почему так, я понятия не имею. То есть, надо почитать, кстати, историю, откуда это все пошло и взялось. Ну, тем временем я закончил гонку. Я с первого раза побил все три рекорда. Мне это достаточно легко. Пошел на этом, я буду заканчивать. На этой оптимистической нойте, то есть, когда у меня все хорошо. Скажу всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Фиксер. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте большие пальцы вверх, если вам понравился этот ролик. Также не забывайте рассказывать друзьям, делиться этим роликом в ваших любимых социальных сетях, потому что кнопочки вот там есть, под низом. Мне бы сейчас показалось, чтобы у меня была вебка. Ну, да ладно. В общем, внизу под видео есть кнопочка поделиться, и ваши любимые социальные сети все там как на ладони. Видны? Отлично. На этом все. Всем пока! Пока!